Мы часто рассказываем в наших сюжетах о людях с ограниченными физическими возможностями, которые, несмотря на свою болезнь, стараются вести полноценный образ жизни и радоваться каждому прожитому мгновению. Кошманове Екатерина Даниловна – инвалид-колясочник, который около 20 лет борется со своим заболеванием и утверждает, что она обязательно победит свою болезнь. Но для этого ей необходима ваша помощь. С атопической формой бронхиальной астмы Екатерина Кошманова борется уже 8 лет. Очередной приступ начался незадолго до прихода нашей съемочной группы. Они провоцируются в день 2, а то и 3 раза. Потому сотрудники скорой помощи – одни из самых частых и долгожданных гостей в этом доме. Ведь если вовремя Екатерине Даниловне не будет оказана медицинская помощь, то это заболевание буквально за короткий промежуток времени может лишить ее жизни. Я поехала домой, выехала за ворота на коляске, машина прошла вперед, вторая назад мусорная. И все, опять получился вдох, выдох не получился. И вызвали неотложку, приехала неотложка, оказала мне помощь, увезли в реанимацию. Первый раз я попала в реанимацию, где сказали, что у меня бронхиальная астма. Там стала ощущать, конечно, уже и хрипы, и кашель с мокротой. Бронхиальная астма – лишь одно из тягостных заболеваний, которые не дают Екатерине Даниловне наслаждаться прогулками на свежем воздухе. 19 лет назад героиня нашего сюжета оказалась на инвалидном кресле вследствие тяжелой травмы позвоночника. Именно в этот переломный момент она ощутила боль предательства от самого близкого для нее человека. Ее муж оставил семью. Но даже несмотря на это, будучи инвалидом первой группы, Екатерина Кошманова одна вырастила и поставила на ноги своих детей. Они выросли и забыли мать, разлетевшись кто куда. Вот только сын пытается помочь, чем может. Да у него самого четверо детей и скудные возможности. Чтобы делать операцию на сосуды, нам пришлось продать квартиру. Ну так как мы потеряли после всего этого все, что у нас было, мы с детьми ходили по квартирам. Дети закончили школу, подросли. Сейчас имеют свои семьи, детей. А я все так же живу на квартире. Ей нелегко даются подъемы по лестницам на костылях и любые передвижения по дому. Но несмотря на все тяготы, неспосланные судьбой, Екатерина Даниловна старается не отчаиваться и всегда дарит всем близким и даже малознакомым людям свою теплоту и улыбку. Творчески развитая личность, она выпустила сборник своих стихов. А ее съемную маленькую квартиру можно назвать своего рода музеем, в котором она лепит картины и создает подделки. Своё мастерство она бережно передает и детям. Если бы я вернула жизнь назад немножечко, я бы время немножко сберегла бы то, что я тратила, расходовала на ненужное. Я бы могла определенно знать, да, я могу, я могу быть медработником, да, я могу там с детьми работать. Я бы уже себя в одну цель направила бы и сделала больше, чем я сейчас успеваю. Мне кажется, сейчас даже короче жизнь, я спешу, мне кажется, я не успею что-то сделать. С любовью и отзывчивостью Екатерина Даниловна относится ко всем людям нашего города. И сейчас ваша поддержка необходима ей, как никогда ранее. Чтобы купировать приступы астмы самостоятельно, ей нужен концентратор кислорода. Этот чудо-аппарат позволит Екатерине Даниловне самой контролировать очередные приступы удушья. Оборудование стоит 25 тысяч рублей. Для многих предпринимателей и граждан нашего города это вполне доступная сумма, чего не скажешь о нашей героине, которая тратит и без того мизерную пенсию на лекарства и оплату съемной квартиры. Очень хотела попросить спонсоров, если есть у нас такие, чтобы у них появилось желание помочь мне приобрести аппарат. Уложнитель воздуха, он мне очень нужен. Я хочу жить, просто хочу жить, как все нормальные люди. Если есть хаспийчане, которые захотят отозваться на мою просьбу, помочь. Этот аппарат стоит 25 тысяч. Ну хотя бы понемножку, а там бы я что-нибудь придумала, может что-то из поделок подала бы, добавила бы. Мне очень нужен этот аппарат. И на долгие годы, не на один день, не на два, а именно на долгие годы. Чтобы я могла просыпаться, как все люди, и ложиться спать, как все люди. Не беспокоить скорую помощь, не беспокоить врачей. Спасибо всем медработникам, кто мне помогает в трудную минуту. С миру по нитке мы сможем собрать эту сумму и сделать так, чтобы жизнь Екатерины Даниловны стала намного легче. По всем вопросам оказания помощи вы можете обратиться в Центральную городскую библиотеку нашего города. Или по номеру телефона, указанному на экране. Борьбу за жизнь, как утверждает Екатерина Кошманова, готова пройти до победного конца. И с нашей общей помощью обязательно сможет одолеть все преграды. Шахнабад Кулиева, Рамадзан Алиханов, Алексей Колесников. Новости Каспитове.